В первой части сегодняшнего маршрута, с утра пораньше, мы планировали заглянуть на несколько небольших, но не раз упомянутых в отчетах туристов, водопадов. Доброе утро, страна! Доброе утро! Какое число сегодня? Чем собираетесь заняться? Страна у нас вот какая. Сегодня хорошо, что нет дождя. По пути нам во всей красе открылся знаменитый вулкан Хекла. Вулкан, даже летом, прикрытый снежной шапочкой. Это мощный и грозный вулкан, который извергается значительно чаще, чем другие исландские вулканы, со средней периодичностью в 30-50 лет. В средневековье исландцы называли его «ворота в ад». Высота вулкана без малого полтора километра. Последнее извержение произошло в 2000 году. Немножко поплутав в поисках нужной дороги к водопадам, мы наконец нашли ее с номером 327, но встретил нас вот такой знак. Хотя на картах эта дорога не обозначена индексом F, который как раз и означает, что проезд разрешен только внедорожником. Жаль, конечно. Ну что ж, тогда поедем на водопад побольше. А вот и первый объект. Золотого кольца Исландии. Водопад и тоже золотой Гюдульфос. Золотым он называется потому, что в хорошую погоду над ним всегда стоит радуга. С верхней парковочной площадки к водопаду ведет оборудованная дорожка. По мере приближения к нему, как предвестник долгожданной встречи, все сильнее нарастает непрерывный шум падающей воды и столб водяной пыли, висящей в воздухе или относимый ветром. И вот, наконец, водопад открывается взору во всем своем грандиозном величии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гюдульфос необычен тем, что имеет две ступени, расположенные под прямым углом друг к другу. Сначала вода падает с высоты 11 метров, затем стремительно поворачивает на 90 градусов и обрушивается еще на 22 метра. Водопадом можно и нужно любоваться с разных точек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От нижней площадки по специальной дорожке можно дойти до скального выступа, чтобы оказаться между двумя ступенями водопада. Эта точка находится немного ниже уровня начала падения воды и кажется, что мощный поток неудержимо несется прямо на тебя. На этом отрезке русла река Хветау мелкая, но с быстрым течением. Цвет ее воды меняется и может быть и молочно-белым, и мотно-серым, и зеленоватым. Все зависит от состава слоя тающего льда. Никогда не знаешь заранее, какого цвета воду увидишь. Это водопад был. Волосопад. Волосопад. Как Афродита. Мощный. Дядька водопад. Мощный. Викингов. А, это викинг. Викинг лежит точно. А. Именно здесь, в долине Хирикадалюр, в конце 13 века, начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление гейсер, что означает «бьющий струей». Отсюда и термин «гейзер», под которым понимается не просто горячий источник, каких на Земле много. Гейзер – это именно фонтанирующий горячий источник, выбросы которого повторяются через определенный промежуток времени. Из-за затянувшегося сна того самого гейзера, место главной достопримечательности, последние много лет, тут поддано гейзеру «Страккюр». Раз в 4-6 минут он выстреливает водой метров на 20 вверх под восторженные возгласы туристов. Гейзер стрелял на 60. Большие и маленькие природные котлы наполнены булькающей кипящей водой, температура которой достигает 100 градусов Цельсия. Кипяток переливается через края кастрюль, образуя горячие ручьи, которые собираются в горячую речушку. Вот эта очень активная и шумная кастрюля называется «Литл Гейзер». В долине гейзеров можно увидеть цветную землю и кратеры, наполненные водой невероятных цветов. Один из них, кратер округлой формы, регулярно меняет цвет воды. Еще два кратера под общим названием «Блэзи» необычны и очень красивы. Они соединяются между собой маленьким проливчиком. Но несмотря на это, у каждого из кратеров свой, отличающийся от другого, цвет кипятка. У одного ультрамариновый, у другого зеленоватый. Субтитры создавал DimaTorzok Было у нас в планах на сегодня и посещение геотермального курорта Льой Гарватен фонтана. Особенностью данного места является возможность выйти и охладиться в озере. Само название Льой Гарватен переводится как «Банное озеро». Оно лежит среди живописных вулканических ландшафтов с белоснежными шапками гор на горизонте. Построенные комплексы обогреваются геотермальной водой, а пар в парилке поступает из самых недр земли. Однако цена в 42 евро с человека за двухчасовое посещение только лишь бассейна с выходом в озеро явно не вписывалась в бюджет поездки. Поэтому мы просто прогулялись по ближайшим окрестностям озера. Тем более, что позднее такая же процедура обошлась нам в реке Вике всего по 5 евро с человека. Перед возвращением в наш гостевой дом мы заглянули в ближайшее к нему поселение – городок Хетла, где живет меньше тысячи человек. Он стоит на реке Итри Рангау, богатый лососем. Почти во всех реках Исландии много этой рыбы, но есть и такие, где ее очень много. И вот Итри Рангау как раз из таких. Ну а так как до наступления темноты было еще далеко, мы прогулялись вокруг нашего гостевого дома, чтобы посмотреть на самобытные просторы нетуристической Исландии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Семкин Корректор А.Кулакова» «Серепритель который получает где-то» «Семкин Корректор А.Кулакова» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok